Я вас приветствую на канале Степан Клера, мы продолжаем играть в фермер-симулятор 19, это у нас карта осина, и я вам скажу, что натерпелся я сегодня страху, так как работал полночи, на оставшиеся полночи у меня просто сил не хватило. Ну и вы помните эту историю, которую раскопал Сидорович об этом поле, и о монастыре, который тут стоял на этом поле раньше, о том, что этот монастырь сожгли, и монахов, которые там были, ну вы сами понимаете, что с ними случилось. И о том также, что здесь иногда слышат, вот если кто-то рядом проходит, колокольный звон, особенно в темные ночи, ветреные, короче говоря, такое жутковатое немножко место, тут до поселения далеко, и везде поля, в общем, мне показалось, может быть, это уже трактор, там где-то что-то звенело, знаете, от того, что долго работает в поле, может быть, уже просто от усталости, но мне показалось, что что-то такое вот было, какой-то, то ли звон в ушах, то ли еще где, в общем, жутко. Если бы не знал, не обратил бы вообще внимания на это все, но когда знаешь, тогда немножко напрягается душа, да, и у нас, скорее всего, я так подозреваю, так как мистики в современном мире места нет, то, скорее всего, это вот, наверное, какой-то звон в этом движке трактора, может быть, звон, когда выворачиваешь камешки мелкие там из земли, вот, а также я смотрю, вот сейчас рассвело, и смотрю, вот вижу, что вот эти, видите, ветряки, они довольно-таки шумные, и разносят шум, ну, на большое расстояние, и когда ветер, наверное, подует в эту сторону, то он приносит шум этих ветряков. В общем, вот так вот я полночи ездил, сам себя убеждал, говорю, да какой тут монастырь, да что тут может быть на этом поле? Это, скорее всего, звуки в проводах, там еще где-то, да, но все равно осадочек такой вот остается, так как мы все с вами чего-нибудь доотасаемся или боимся, а кто-то девушки боятся мышей, или лягушек, или змей, кто-то боится высоты, кто-то боится учительницу, кто-то еще что-то боится, мало ли, какие могут быть страхи, у кого-то может быть проблема, когда дождь идет, или еще что-то. В общем, у всех какие-то, и с ними, наверное, нужно все же бороться и как-то логически объяснять и пытаться превозмочь. В общем, работаем на поле, я тут немножко буквально еще покатаюсь, нанимал, понятное дело, работника, когда совершенно жутко становилось и уставал. И, ну, работник тоже, знаете, вот он не доезжал до конца, а тут кое-где нужно доделать то, что где он тут не доделал. Так, так же у нас по центру поля немножко там проезды есть, и сейчас посмотрим. Вот видите, красные вот эти, да? Это красная, с этой стороны мы уже сделали, по периметру поля так как-то немножко осталось непонятно. Вот мы сейчас отправим опять-таки работника, а единственное что, проедемся вот здесь. Вот он ничего не сделает совершенно. И у нас будет интересная работа засевать это все, представляете? Что может быть лучше? Только сбор урожая. А лучше сбора урожая, может быть, только смотреть, как на твоем банковском счету увеличивается сумма, нолики прирастают. Так, себя тоже как-то обедем. И у нас будет одно большое, огромное поле. Спасибо Сергею за то, что он вон ту часть всю обработал и засеял там соевые бобы, как самый быстро растущий и быстро дающий доход вип-продукции. В общем, будем зарабатывать, потому что денег у нас почти нету. Я брукс не сдавал, и, соответственно, за каждый час там снималось что-то. Ну, потому что нужно там доубирать буквально 2-3 дерева осталось. Смежи с этой, с посадки. И все, его сдадим и больше уже не будем, по крайней мере, до того момента брать, когда сами не заработаем, чтобы... Ну, это деньги, выброшенные деньги, вот реально. Ну, а что делать? Купить нереально. Да и не нужен он за 50 тысяч в хозяйстве сейчас. Это если вдруг мы с вами решим лес убирать, да, вдруг такое будет. Ну, тогда да, тогда валить лес на щеку, тогда интересно. Но пока что, пока, к сожалению, нет. У нас там свинки появились. Я заказал, вернее, как заказал, через Сидорыча, он же он, ну, вы знаете, такой мастер, договариваться. Вот, приедет к нам перекупщик. Но, к сожалению, возить самому в город и торговать на базаре не получается. Поэтому приедет перекупщик и будет забирать у нас молоко на этот... Ну, куда он там, не знаю, куда он там будет сдавать. Но самое главное, что будет забирать. Вот, но нужно ему там дать денег за то, чтобы он приезжал. Просто так, говорит, я не приеду. Дайте денег, заключим контракт и тогда будем работать. В общем, вот такие вот пошли бизнесмены. Обдирают в сельском хозяйстве фермеров просто как сами хотят. Кстати, смотрите, тут такие гунты иногда случаются, что трактор едва ползет. Я бы мог бы К-700 сюда, но, скорее всего, и К-700 тоже у нас застряли. Помните же, мы купили его на вчерашнем стриме. Мы на нем сейчас еще покатаемся обязательно, потому что я еще не наездился. А он такой немножко, как бы это сказать, улучшенный, что ли. Гламурный язык не поворачивается сказать, потому что гламурный это как ругательство, считай. Это что-то розового цвета, такое все. Ну, в общем, сами знаете, какое-то. Но немножко улучшенный. Подкрашенный, перекрашенный там что-то где-то, какие-то наклейки, красоты и так далее. Так, хорошо. Все, это сделали и теперь у нас тут два куска остаются, которые работники буквально с удовольствием будут сейчас обрабатывать. Потому что выспались хорошенько, я их не трогал, смотрите, до полдевятого утра. После вчерашнего. И теперь, я надеюсь, что будут работать. Аж пыль будет столбом стоять. А мы только будем сидеть да посматривать. Вот, ну уже лучше. Да, вот он поехал, эту полосу сейчас уберет, потом рядом еще полоса, и мы немножко поработаем в начале поля. Так, погнали дальше. Дальше я хочу продать немножко соевых бобов. Потому что денежки, денежки, к сожалению, уходят. Уходят просто неимоверно. А, смотрите, о, тут еще сарайчик появился. Таки построили сарайчик. Здесь вот у нас классно. Отличное место и одно, и второе. Обалденно, молодцы. Строители пришли и построили для удобрений, для гербицидов, видите, да? Для семян сарайчики. Это лучше, чем та бочка ржавая, в которой то заправляется, то не заправляется, то высыпается, то еще что-то. А тут вот местечко просто офигенное, классно. И посмотрим, сарайчик построили или нет. Помните, мы же там пытались соломку для соломы и для сена сарай сделать. Вот, но вчера работники привезли... Да спес, ты ж попадешь же под колеса. Привезли стройматериалы, выбросили это все на стройплощадку и уехали. Потому что было уже полшестого вечера. Сказали, что приедут сегодня с утра и будут все это делать. Но мы посмотрим. Будут они делать, не будут. Сделали, может быть, уже. Разберемся сейчас. И тогда можно будет загружать это все. Все лишнее, что у нас там не вмещается, что еще пока что не съедают наши животные. Сидорыч, здоров. Бодрячком такой, да? С утра самого. Так, вот сюда неметко стоит. Сегодня самая высокая цена вот здесь. Пока один прицеп, потому что цены падают. Вот хотя бы, чтобы на сегодня нам хватило денег. Я надеюсь, что должно хватить. 11 тысяч. Ну, так себе, конечно. Он, кстати, наш красавец. Но мы на нем сейчас покатаемся. Может быть, вот в солонку правильно там было. Сергей ездил. Приезжал тут вот из Америки. Приехал. Говорит, да я тебе помогу тут в селе. Американский фермер, настоящий. Говорит, а где тут новые технологии твои? Где тут новые... Я привык на мощнейших тракторах. На комбайнах, вот так, у которых жатко 500 метров. Ну, это грубо говоря. А нет, смотрите, не пришли и не сделали. Да что ж такое? А? А когда ж вы будете делать, парни? За что ж мы отвалили 50 тысяч с чем-то? Все аккуратно сложено. Все красиво. Но делать никто не собирается. Так. И кнопочек никаких нету. И вообще непонятно, что тут будет. Будет что-то твориться, не будет. Интересно. Так, ну ладно. Ладно, подождем еще немножко. Может это... Может придут все-таки? Может они с 9 приходят? Что интересно, да? Те маленькие сарайчики сделали. А этот все никак, они не соберутся. Да, я немножко разочарован этой строительной конторе. Наверное, не буду я уже у них заказывать в следующий раз. У другой какой-нибудь вызвали. Вообще строителей найти это большая проблема, толковых. Они все уже заняты. А если объявления расклеены от строителей на столбах, то это значит только те, которые ни шатка, ни валка работают, спустя рукава, халатно, или дурят, или еще что-то. Потому что вот реально все толковые люди заняты, постоянно. Это их только через знакомых каких-то, знаете, можно вылавливать. А если свободен, значит что-то тут не так. Так, водички. Какая красота вот. Не напрасно мы заплатили 5 тысяч. Да, никакой тебе бочки, ничего. Пришел, открыл, налилась вода свежайшая. Кони наши, смотрите, просто аж блестят. Такие здоровые и красивые. Аж просто жалко, я прошлую партию продавал. Было как от себя отрывал, вроде бы как. А, и говорили еще, что псу нужно что-нибудь подкинуть. А то пес бедный уже тут. Ну ладно, он дышит. Исход, да, смотрите. Ну неудивительно, бегал тут по этому, по полю ворон гонял. Я за него забыл вообще. Может еще ему дать? Да, пойдет. Слишком много тоже нехорошо. Так, купили также вот Керхард. Который позволяет нам мыть технику. И теперь у нас все красиво. Блестит все. Прямо как из магазина, хоть сейчас продавая. Вот, ну конечно, пока что не вся техника у нас блестящая такая. Та, которая в полях, смысла ее нету сейчас вымывать. Но мы обязательно ее помоем. Иначе, зачем я ее покупал за 4000? Тоже, знаете, цена такая, будь здоров. Это пол поля можно засеять за такие цены, за такие деньги. Так, ну, не знаю, помыть его что ли. Сегодня у нас с утра мы все умываемся, да? Прямо как в этом известном мультфильме. И коты, и собаки, и трактора, и машины. Вот один только я всю ночь работал. Черный, как этот. Черный, как этот. Как негр, в общем. Так, включить. А как тут можно... Ага, вот. Чтобы использовать геймпад, чтобы не тянуться к клавиатуре. Ну, этот трактор, к сожалению, хоть ты мой, хоть ты его не мой, он все равно будет... Не будет он выглядеть свежим и новым. По крайней мере, хотя бы грязь с него не будет отваливаться на моем евроремонтном дворе. Смотрите, что я напрасно сюда... Ну, не я, не я, да, это предыдущий фермер. Видите, вот как сколько грязи нанесли. Какой-то позор просто. Предыдущий фермер уложил плиточкой вот эту вот брусчатку. Красота вообще. Ходишь, как в этой, как в какой-нибудь площади в Вене. Или еще где. Так, ладно. Это все. Так, сила. Некоторые трактора мы с вами будем, наверное, сдавать. В магазин, или в аренду, или еще куда-нибудь. Берет, кстати, да, почему я не могу сдать в аренду свой трактор. Вот взять я могу, а сдать нет. Я бы с удовольствием сдал бы соседнему фермеру какой-нибудь тракторок, и пускай мне платят деньги. Ну, это ж правильно, по-моему, было бы. Или вот прицеп он у меня стоит, да, понапрасну. Тоже сдал бы его. И пускай там по чуть-чуть капает. Вот она, гламурность 300 лошадиная, смотрите. Красиво. Что внутри? Сидушка. Кабина тут такая, что можно потянуться хорошенько. Но, неплохо. Вот приборная панель, к сожалению, не работает. Ну, да, но, наверное, в тракторах оно редко и работает. Там все прям так уж. Ездит и хорошо, и ездит. Свет, будем надеяться, что есть. Чтобы, если что, ночью можно было работать на нем. Ну, а все остальное там тоже надо. Зато внешне, смотрите, а, он как гордо сидит. Фермер. Он и так купил на свои деньги. Заработал. Помощника такого. Мы к нему еще плуг купим обязательно. Толковый. И, наверное, ну, в общем, все купим. Потому что 300 лошадей он будет тягать почти самые большие плуги. И, ага, так, переехал. Вот, работает хорошо. Самые большие сейлки все будет тягать. А постепенно вот эти маленькие наши тракторки, они будут уходить в прошлое. Потому что с покупкой поля и его расширением я из мелкого фермера, из мельчайшего фермера, перешел, наверное, уже в средний вес. Или начальный средний вес. И, соответственно, нужна техника толковая. Так, ну и так же вот этот прицепчик-подборщик. Он хоть и старенький, дешевый, но рабочий. Смотрите, да, вполне рабочий. Классно. Все-таки им полегче, чем еще этим фуражером работать. Вот, единственное, там, что хорошо, в фуражере в нашем и Мажаре, прицепе большом, мы его расширили до 45 тонн или кубов, или литров, или как там было. Ну, в общем, в два раза больше стал он. И проще теперь стало им работать. Поэтому пока что я его тоже не буду сдавать. Мы им будем заготавливать сено. Вот. А такие вот небольшие участки будем обрабатывать вот этим прицепчиком. Харалом этим. В общем, потихоньку, понемножку, да, но у нас все вроде бы как налаживается. Техника появляется. Правда, это все в кредитные средства. Было бы классно. Это я... Да, это я сказал, что сам заработал, да? Соврал я вам. Нифига я не сам заработал. В кредит я все. Да. Но мы заработаем. Мы отработаем. Вот. Точно я вам говорю, что мы отработаем. Нужно зафоткать. Вот почему нельзя в гараж, да, цеплять фотографии? Помните в игре Car Mechanic Simulator есть возможность фотографировать свои автомобили и цеплять их на стенах? А здесь бы мы трактора, потому что, ну ты же сам добиваешься этого. В большинстве своих. Вкалываешь сутками напролет, работаешь. И потом покупаешь какую-нибудь крутую технику. Ну и... Ну купил. Ну а показать кому-нибудь. А самому потом прийти посмотреть. Поставить стул, взять пиво, таранку. Пить, кушать, посмотреть на свои эти... Трактора. Можно, конечно, выйти во двор. Но там неинтересно. А там вдруг дождь шипит. А в теплом гараже сидишь себе и радуешься. Думаешь, какой я молодец. Приобрел такую технику. Так, хорошо. Погнали сейчас посмотрим, почем там соломка. И, наверное, один прицеп мы все же оставим для лошадей. Кстати, трактор довольно быстрый. Я понимаю, что это немножко перебор таскать этот прицеп трехсот лошадиным трактором. Тут бы и какой-нибудь попроще справился. Но когда есть хочется на нем поработать. На чем-нибудь большом, красивом и мощном. Я жду не дождусь, когда же у нас будет следующая вспашка. Культивация следующая. Но сейчас уже там делать нечего. Покупать новый лук. Нету смысла, чтобы он просто стоял. Но потом, как купим какой-нибудь огромный. И культиватор тоже на пол поля сразу. Как запустили. Будет интересно. Дай съемки-то. Кстати. А что у нас с сигналом? Вы слышали? Сигнал совершенно не соответствует виду этого трактора. Сигнал как у какой-то мелкой малолитражки. Должен быть такой, как у этого. Как у поезда. Такой, чтобы просто волосы дыбом становились. По-моему, тут звук трактора будет громче и солиднее, чем сам сигнал. Ну, что есть, то есть. Наверное, с мопеда кто-то поставил. Сколько там? 1300. Неплохо, кстати. Да? Неплохо. По крайней мере, мы заплатим за час работы нашему работнику. Вроде бы как на соломке, на пустой. Вот я уже не раз рассказывал, и наверное, те зрители канала, которые уже давно со мной и не один год и просмотрели возможно даже не одну сотню видео, слышали эту историю. О том, что как-то ну, еще в детстве, наверное, в подростковом возрасте мы шли по дороге в деревню и шли, о чем-то там разговаривали, ну, как оно всегда бывает, смеялись и так далее, и тут сзади такой сигнал, вот как у тепловоза, я вам, знаете, не преувеличиваю настолько такой громкий и такой мощный сигнал был, что нас смело с дороги, мы даже не оглядывались, кто там нам сигналит, потому что показалось, что ну, сзади просто за сантиметр кто-то засигналил и такой грома, ну, в общем, просто невероятный сигнал. Нас смело с дороги, а потом уже на обочине мы перепуганные смотрели, это ехал просто МАЗ какой-то, у него стоял сигнал, ну, не знаю, может, с тепловоза, но это было что-то, вот, думаю, что нужно такие сигналы везде ставить. Прохожий где-то перебегает дорогу, должен быть такой сигнал, чтобы его сдувало, просто он не успевал оглядываться, просто бежал, если в неположенном месте переход. А тут, конечно же, такое, что-то непонятное, что-то непонятное, ну, что есть, то есть, то ладно, нам тут сигналить почти и некому, разве что Сидорычу, я ж не хочу Сидорыча, чтобы у него последние волосы выпали с головы, если будем сигналить на всю катушку, а такой вот слабенький, типа, привет, Сидорыч, чтобы он не оглох. Кстати, я вот только заметил, как ни странно, да, вот эту вот непонятную перекладину, это что такое? Это что за лавочка такая? Это сел, отдохнул, да, на лавочку, так, а где же столик? Сюда еще столик тогда нужно прицепить. И это будет такая передвижная столовая. Да, прикольно, интересно. Так, ага, почти полный, хорошо, смотрите, да? В общем, правильно, что мы начали собирать, что и денежка не запахали и нам она пригодится, потому что с соей, конечно, много не получишь, с соломой, если вообще хоть что-нибудь там получишь. Ну, там какие-то отходы есть, но это не солома, это что-то, мусор какой-то. Наверное, его на биогаз можно было бы. Сейчас же все делают, со всего пытаются делать биогаз. вот, например, в Харькове есть табачная фабрика Филипп Морис, большая такая, и они сделали такой мини-биогазовый завод, мини-биогазовую установку, и будут на собственном поле, которое находится рядом с ними, будут сеять только кукурузу, я уже забыл точно, что они там, ну, какую-то культуру будут сеять, специально ее измельчать и завозить на вот эти вот установки биогазовые, получать газ, сжигать его, получать электроэнергию, и таким образом там они будут экономить довольно-таки большие деньги. И вот такой вот повсеместно сейчас, даже в частных небольших хозяйствах, даже в домашних хозяйствах появляются вот такие вот биореакторные установки, которые позволяют вы туда мусор, тот, который мусор сжигаете, там, помои там всякие, ну, в общем, все-все, что можно что раньше выбрасывалось, все теперь можно забрасывать в эти установки биогазовые и получать сжиженный газ. Соответственно, к плите подключаете и у вас постоянно газ есть. Тогда листья туда идут с деревьев, сорняки разные, представляете, какая красота. Ну, вот единственное, что цена его, конечно же, такая, когда оно окупится, непонятно. но теоретически такое вот есть и интересная штука. Тогда вы полностью независимы от газовой компании, которая лупит цены, которая захотела, отключила, захотела, что захотела, то есть делала вообще. А так они приходят, а вы им средний палец показываете. У вас свой собственный газ. Что хотите, то и воротите. Вот это пока нет у нас этого сарая. Накапливаем сюда. Сейчас сыпаем остатки. Ух ты, смотри. Да ладно. я уж подумал, что этот трактор не вытянет. Какой же тогда трактор нужно было? Биг Бат. Все, да? Ну, ухоженные. Лошадки-то наши ухоженные. Неудивительно, что у них всего хватает. Давайте высыпать. Все. Этот прицеп есть, подъехали чуть-чуть, грибанули, подсыпали и все. И красота. Так, пускай он где-то здесь и стоит. Ну что, трактор мне нравится. Довольно таки приемистый, быстрый. Ты нажал на газ и он сразу же поехал. Он не думает там что-то, знаете, не раскачегаривается как паровоз. Сразу рвет когти. Вот такая техника мне нравится. Давайте по этому поводу мы его и вымоем еще. Чтоб всегда был красив. Так, ну, включайся. Не включайся. клавиша B. Может и пса помыть? Заодно. Пес, ты где? Где-то дышит, я слышал. Пес, не дурак. Пес, иди помойся. Чистенький теперь будет. Душ принял. Душ Шарко. Ну. Любо дорого посмотреть. Вот, может быть, я не знаю, было бы, конечно, побольше денег, я бы посмотрел сцепку на селку, чтобы прикупить две селки на сцепке и работать вот этим вот трактором уже. Посмотрим, ладно. Посмотрим в следующей части. Я на этом буду с вами прощаться. Не забывайте ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рекомендуйте друзьям, и мы будем продолжать дальше. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok